здравствуйте вы смотрите тему дня студии максималиев осень постепенно входит в свои права и это значит что настает время для того чтобы подвести хотя бы предварительные но итоги дорожного сезона об этом и о новых технологиях которые применяются в карелии мы поговорим сегодня с нашими гостями мы сегодня пригласили в студию первого заместителя министра по дорожному хозяйству транспорта и связи карелии дмитрия кондрашина здравствуйте и главного инженера управления автомобильных дорог карелии дмитрия федорово здравствуйте дмитрий александрович ну что ж наверное первый вопрос о том что успели мы за летний и начало осеннего сезона сделать хорошего на дорогах карелии я так понимаю в этом году у нас почти 50 километров новых дорог строится и 230 региональных дорог ремонтируется это достаточно весом 200 километров до в рамках нацпроекта у нас планы по ремонту чуть больше 230 километров есть уверенность что этот показатель будет выполнен на сегодняшний день вот по оперативной информации на вторник 86 процентов общая техническая готовность у нас по асфальту отдельно сегодня попросил поднять информацию вышли на 95 процентов от плановых значений по площади покрытия то есть учитывая что осталось всего пять процентов асфальта от объемов года то понимание есть что вовремя объекты будут сданы по петрозаводского ну это уже не раз освещалось средствах массовой информации выполняется вообще двухлетний объем то есть контракты 21 22 года подрядчик планирует выполнить в этом году кроме бкд наверное в этом году когда это ну национальный проект она подправлять дороге надо такая аббревиатура достаточно новая кроме вот ремонта в рамках бкд у нас в этом году я бы сказал беспрецедентный объем работ по строительству у нас одновременно в работе находится 10 объектов стройки это и мосты и дороги и что самое интересное это все объекты в одни этого года поэтому осенью у нас будет довольно много вводов новых объектов из вновь начинаемых объектов наверно стоит отметить дорогу петрозаводсоярви участок километ 25 километ 33 это в районе падозера участок уходит реконструкцию в рамках федеральной целевой программы развития республики карелия состоялся уже конкурс на право выполнения работ определен подрядчик и после решения некоторых земельных вопросов там начнутся работы в завершении работ двадцать третий год это эта дорога к дачным кооперативам в основном да очень но эта дорога и слоярский район в пряжинский район в сло и конечно наиболее интенсивное движение здесь до падозера потому что тут много дачных кооперативов если раньше у нас была проблема как мне кажется больше с финансированием да не хватало денег на ремонт тех или иных дорог сейчас контрактов подписывается очень много очень большие объемы введения в строй дорог и получается что возникает проблема именно с сырьем там где-то не хватает щебня где-то не хватает асфальта каких-то асфальтовых заводов как вы считаете вот за последние годы удалось наладить работу с подрядчиками чтобы они могли оперативно и в большом объеме строить дороги ремонтировать но щебня в карелии я думаю проблем не будет никогда с учетом запасов которые содержатся в недрах республики самое главное на сегодняшний день это соотносить возможности бюджета по финансированию тех или иных видов работ с возможностями подрядчиков и здесь я бы так сказал что определенный резерв у нас еще есть хотя вот по этому году надо наверное признать что мы идем на пределе возможности вот если бы еще у нас появлялись какие-то объекты то возникли бы уже сложности с поиском подрядчиков вот на последующий период мы пока понимаем что те подрядчики которые у нас есть они вполне справятся с объемом работы и какой-то объем дополнительных средств еще изыскивать можно наверное что еще надо отметить вот в этом году мы подошли к историческому максимуму объемов средства нашего дорожного фонда республики там не хватает буквально 150 миллионов рублей до 10 миллиардов то есть такой рубеж рубеж очень интересно очень красиво прошлом году мы были там районе 8 миллиардов рублей ну и как я не раз уже говорил году в семнадцатом восемнадцатом у нас там всего-то 3 миллиарда было ну да начиналось все по моему с полутора миллиардов как-то так но это без и брать там начала дорожного фонда 12 год наверное теперь мы перейдем и к новым технологиям которые у нас внедряются в дорожном ремонте или это строительство все-таки ремонт это ремонт пока до наша телекомпания сняла сюжет с дорожного ремонта на трассе к орзиге там применяется новая технология ресайклинг если я правильно понимаю предлагаю посмотреть и показать нашим зрителям что же это такое и с чем едят это ресайклер дословно переработчик он срезает старое асфальтовое покрытие и часть дорожной подушки измельчает и добавляя схватывающий компонент выдает готовую смесь для нового основания через неделю она полностью застынет и будет готова к укладке асфальтобетона так ремонтируют участок дороги до орзиги который не обновлялся с конца восьмидесятых годов технология позволит нам сэкономить наверное примерно один примерно раза в полтора сделать дешевле ремонт и срок службы должен быть больше чем стандартный тип ремонта из других преимуществ уменьшение количества отходов а также сокращение сроков строительства работы производятся на месте с подвозом минимума материалов для карелии эта технология новая участок для эксперимента выбран не случайно он находится недалеко от города что позволит проводить регулярные экспертизы если новый способ покажет себя положительно в условиях нашего региона то затем будет внедрен повсеместно шесть с половиной километров дороги обойдутся в семьдесят четыре миллиона рублей ремонт производится в рамках национального проекта безопасные и качественные дороги официальный дедлайн работ с сентябрь 22 года на зиму основание будет законсервировано это даст дополнительные сведения о новой технологии почему мы делаем ее двухгодовалую с учетом того что надо посмотреть как это основание которое будет положено в этом году все переделанное как оно переживет зиму а в следующем году уже положим асфальтовое покрытие это будет гораздо гораздо надежнее и на самом еще наверное не очень важно что это будет дешевле что позволит нам в рамках нацпроекта больше километров дорог карелии соответственно отремонтировать фактическое же завершение строительства зависит от погодных условий дорогу могут достроить уже этой осенью дмитрий александрович ну расскажите немного все все такие технологии на картинке мы увидели есть машина-ресайклер которая как-то перерабатывает грунт асфальт что в итоге получается в конце концов что да ну как мы к ней пришли в их не шли на самом деле два года если так убрать в общем очень аккуратно пытаясь подойти потому что очень много скажем так возможных составов смеси технологий глубины фрезерования до переработки зависимости от того какой грунт находится под под асфальтом если брать там большую таблицу да по которой это все считается у нас был в прошлом году широкий семинар с ростерни которые именно рассказывали про эту технологию в принципе что и и подвигло нас попробовать это сделать заручившись их технической поддержкой они к нам приедут посмотреть что получается да какие-то свои может быть коррективы внести это уже будет на следующей неделе к нам приезжают они часки вот из мурманск а к нам был разработан проект была сделана геология было есть понимание что за грунт и находятся по дороге они в принципе хорошие грунты все нет слабых оснований и было определено в состав сколько цемента необходимо какую добавку необходимо добавить потому что без добавки необходимо делать дифференционный шелк как обычные бетонные сооружения чтобы при положительных резательных температурах не было разрыва основания этой плиты укрепленной как это все делается вот весь состав механизмов которые участвуют в этом процессе в первую очередь идет геодезия они делают разбивку понятно при любом ремонте потом идет россыпь щебня которого не хватает в основании чтобы сделать его однородным и получить оптимальную оптимальный состав на этот щебень идет распределение цемента здесь используется портландцемент марки 400 и затем уже идет звено как мы увидели да идет самосвал в котором есть рампа которая скажем так это загружает подает в ресальтер воду с добавкой она нас здесь применяется под названием статус 5 это такая специальная добавка именно для северо-запада но это да это пластификатор который используется для того чтобы достичь тех показателей которые необходимы именно вот в этом основании да и за ним идет уже сам ресальтер после него идет уже авто грейдер который распределяет делает профиль в уроке и за ним уже идет каток то есть вот весь состав все техники и сахар идет на глубину 25-30 сантиметров и перемалывает вот этот весь материал он идет вместе с асфальтом потому что существующего асфальта кого там уже почти что не осталось то есть вы увидите фотографии видео что там колени жуткая сплошная сетка трещин я мощности там стандартной технологии было бы большие проблемы делать ремонт во-первых через год были бы отраженные трещины и просадки и все вы понимали бы что ремонт сделан некачественные кого и не было было ощущение что дорога отремонтирована по новым правилам по всем действующим гостам да и срок службы скорее всего по старой технологии она бы не пережила бы я правильно понимаю берется основание дороги вместе с остатками асфальта на какую-то определенную глубину там 25-30 сантиметров заглубляется этот ресайклер на перемалывают все это основание добавляют в него воду бетон но цемент за какой-то какую-то добавку и по итогу получается монолитная но не монолитно это это будет но и содержащие такое бетонообразное это будет у нас получается укрепленная плита до купленная цементом которая со временем набирает прочность то есть зависимости от погодных условий да и от качества цемента который мы тоже уже проверяем есть срок когда она достигает определенного набора прочности после которого мы можем укладывать начать асфальт соответственно вот мы этот сейчас перевод ждем час из-за того что погодные условия уже такие не совсем хороший до набор прочности идет подольше но в любом случае он будет набран и со временем он будет только набирать как бы доходить до до 100 процентов то есть это будет сейчас там не не 28 дней допустим да не за 8 суток а 40 допустим будет суток исходя из погодных условий мы отобрали кубики на первых уже захватках их их ставили в тех же погодных условиях чтобы под прессом их продавить и посмотреть какая как идет набор прочности то есть мы ближайшие на следующей неделе будем делать испытания и будем смотреть как идет вообще в текущих погодных условиях набор прочности вот у данного основания и потом на это основание укладывается асфальт новый и и все на ваш взгляд насколько прочнее это будет это будет прочнее в любом случае чем существующие основания тут тоже даже тут считать ничего не нужно но по нашим данным по по проектам который у нас считались это почти два раза будет по прочнее основания и в принципе как бы цемент это является тема материалом который дает такую прочность если эксперимент удастся можно ли ожидать что вот эта технология будет распространена на все дороги карелии или же все-таки здесь ее применение достаточно ограничено но какими-то возможно грунтами которые находятся под дорогой с классом дорог давайте расскажу да как это будет сделано то есть у нас есть скажем так я и выпадил бы наши дороги на две категории да вот те которые делались хорошо и качественно как бы все еще в советские времена которые были сделаны как 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 автодороги с необходимым слоем песка с необходимым щебнем да у нас есть такие основные скажем так направлении да есть дороги которые строились более простым способом я думаю они разделяются федеральные и не федеральные нет нет так есть еще много категорий много разделений да это все это все можно там делить их там там на 20 категорий есть те дефекты которые проявляются сейчас вот вот мы допустим при при выборе технологии да мы всегда смотрим на текущее состояние что там необходимо сделать допустим если есть те дефекты которые не справится с вальто бетоном и если мы даже положим в ранее еще стоит там сетку будем использовать что-то еще мы все равно не получим результат это будет там год-два и потом все будет у нас отраженные трещины и так далее в таких местах мы принимаем уже решение работать уже с основанием потому что без это работать ничего ничего нас как бы не справится либо это будет колоссальные вложения на выравнивание число асфальта бетона там до 20 сантиметров ну допустим будет такие слои до которые стоят кажется теперь стоит очень много либо мы есть допустим у нас было потерянки мы использовали чпс на потому что это получается экономически более дешевле там карьер очень близко находится дороге на дороге находятся да и тут и причем перевозки минимальная то есть все зависит от состояния текущего состояния автодороги потом естественно мы делаем геологию еще дополнительно надо мы даже на ремонт и делаем геологию потому что у нас есть проблема такая у нас карелия очень плотистая местности когда строили раньше дороги не было той техники которая позволяла бы делать вытрафовку полноценно то есть во многих местах мы в виде выхода лежневки говорит о том что это она находится на слое торфа который там это какой глубины в этих местах делаем скважины делаем изыскание и определяем сколько необходимо выбрать старого грунта вот допустим дорога вот всем известная данная шапка очень много понижала мы понимаем прекрасно что почему они идут мы говорили что это будет сложное направление еще в начале сезона да мы сейчас будем ждать зимы когда это объект следующего года там болота глубиной по пять метров вот что вы понимали да кого вот так таких и два участка их в сезон в обычный потопок и и просто не выполнить потому что придется закрывать в еще принципе всю дорогу полностью да там даже снимаете длительный 5 метров и раскрытие котлована но мы это будем делать это эти объекты эти объемы заложены потому что чтобы мы не положили бы сверху да пусть это будет даже ресайклинг он утонет в этом в этом болоте это будет может быть не через год через два через три через четыре это утонет в эти места мы выбираем потому что мы хотим все-таки сделать такие дороги которые хотя бы отслужат минимум свой карантинный срок желательно лет десять чтобы они отстояли потому что у нас не та интенсивность да чтобы там кризис о том что из интенсивности они там у нас выходит из строя то есть здесь поскольку есть такая возможность уникальная для карелии вот как бкд потому что таких программ у нас не было мы такими деньгами никогда ну да свои работа просто у нас никогда не понимаем что эти дороги скорее всего по федеральным программам больше не буду строиться может быть там что-то произойдет потому что эти такие направления ну не основные скажем тогда они не магистральные которые там необходимы для всего региона либо там для россии в целом поэтому мы стараемся сделать максимально возможно долговечные эти дороги чтобы они стояли как можно дольше очень по принципу лучше меньше да лучше как бы так лучше и так и так у нас нету тут вариантов да мы должны сделать и объемы которые у нас есть в паспорте пкд и сделать их так чтобы они максимально максимально большой срок службы стояли скажем так нацпроект он же предполагает не только выделение определенного финансирования но и достижение определенных целей то есть под эти деньги есть конкретные показатели которые в километрах его вот по мостам погонные линии в нормативное состояние на даже наша задача максимально выбрать эффективное решение техническое для того чтобы продлить срок службы говоря наверное о каком-то новом дорожном строительстве и глобальном ремонте но нельзя не затронуть и петрозаводск в котором ну есть определенные очевидные проблемы с трафиком с транспортом с теми же парковками и вот в начале сентября объявили конкурс по выбору подрядчика который должен будет сделать проект новой дороги и новой парковки возле железнодорожного вокзала я думаю этот проект ждут очень многие жители петрозаводска в первую очередь и жители перевалки и древлянки потому что ну на данный момент действительно приехать и припарковаться у вокзала но большая проблема расскажите немного каком сейчас на каком этапе сейчас вот эта работа по созданию этой новой парковки и подъезда к ней ну здесь мы идем двумя путями в решении вопроса увеличения парковочного пространства железнодорожного вокзала поскольку площадь гагарина конечно она очень ограниченное пространство для парковки представляет первый проект обсуждается уже года два с ржд и они будут обустраивать парковку в районе улицы горького справа от тоннеля от входа в тоннель республика взяла на себя проектирование нового подъезда и обустройство парковки от улицы чапаева то есть мимо автовокзала проезд вот к павильону который там построена на выходе из пешеходного моста силами ржд и предусматриваем подъезд и под новую парковку там вот сейчас объявили закупку на проектные работы в следующем году планируем завершить потом найти финансирование для реализации данного проекта но пока я так понимаю еще не ясно не на какое количество места эта парковка будет рассчитана ни каким образом земельный участок он понятный вполне то есть он будет граничить там с участком строительства нового жилого комплекса но то есть там понятно пространство уже проектировщик определить схему расположен схему парковки автомобилей и рассчитает количество мест конечно если это место будет пользоваться популярностью там есть и пространство для того чтобы увеличить площадь парковки примерные сроки когда это возможно будет в проекте указано до двадцать пятого года достаточно такой ну завершить проектированием и выйти из экспертизы мы планируем в следующем году то есть там в зависимости от возможности финансирования построить этот объект в течение года реально вполне какие-то другие объекты которые сейчас петрозаводске реализуются или планируют реализовываться вот но помимо наверное куйбашева которая уже подходит концу если какие-то планы да в этом году необходимо завершить продление улицы куйбышева прилагаем все усилия для этого объект конечно буквально каждую неделю выстреливает какая-то новая серьезная вещь которая препятствует его реализации но пока все удалось все вопросы удается снимать вот вполне оперативно тут и с помощью заказчика и подрядчика и привлекаем проектную организацию для того чтобы новые проектные проектные решения они предлагали вторая большая стройка в городе петрозаводске у нас это улица оборона на новой древлянке там нет сомнений что объект будет введен завершение работы уже в первых чисел октября по информации подрядной организации конечно же много довольно такие документации сейчас разрабатывается на перспективу в городе петрозаводске я думаю что столько поезды никогда еще в городе не разрабатывалась одновременно первое что надо конечно же реализовать это решить проблему аварийных мостов в городе вот с учетом того что в рамках нацпроекта бкд со следующего года будет реализовываться новый проект по ремонту реконструкции аварийных искусственных сооружений мы понимаем что у нас есть источник финансирования на эти цели мы уже видим цифры которые у нас есть на трехлетку на ближайший бюджет на федерация уже все эти карты раскрыла и есть у нас уверенность что за эти три года мы решим поочередно вопрос с мостом на улице мерецкого и вопрос мостом на улице антикайни на которого тот рынка к кинотеатру колевала идет вот что еще в городе проектируем уже есть проект на продление улицы комсомольская до второго транспортного полу кольца сейчас федерации обсуждаем возможность финансирования в текущем году получим проект реконструкции улицы хейканина есть проект на продление в ассасинского шоссе реконструкцию четырехполосную заходит сейчас в экспертизу проект тоннеля в створе улицы достоевского вот эти такие первоочередные объекты городе ну что ж время нашей программы подходит концу остается только пожелать удачей и профессионализма в проектировщиком строителям и всем кто будет отвечать за эти глобальные достаточно проекты спасибо вам большое за разговора спасибо всего доброго до свидания это была программа тема дня а